Я собираюсь сегодня поговорить с вами о том, чего, как мне кажется, нам с вами не хватает. Ну, известно, что больному может не хватать любви, заботы, иногда лекарств. Голодному может не хватать еды, бедному денег. Чего не хватает нам? Нам не хватает многого, конечно. Конечно, перечисление наших нехваток заняло бы долгий список. Но одно, что, как мне кажется, действительно является дефицитом сегодня, это тишина и спокойствие. Человеку, как рыбе вода, нужна тишина, нужно молчание, нужно некое такое состояние спокойствия, которое тождественна душевному здоровью. Потому что непрестанная беготня и круговерть, и раздерганность страстями, и шум вечный вокруг нас и внутри, это, собственно, есть болезненное явление. И мы потому и болеем кругом все, и с ума сходим массово, являемся не просто людьми, а клиническими такими образцами, пациентами, по сути, в большинстве своем. И вот о тишине и о молчании сегодня я хотел бы сказать в меру сил несколько слов. Есть разница между тишиной и молчанием. Один из философов прошедшего столетия, последние десятилетия его, сто столетия, говорил так, что тишина – это когда ничто не звучит, а молчание – это когда никто не говорит. Ну, казалось бы, одно и то же, на самом деле нет. Например, молчит лес, заснеженный в безветренную погоду. Он не умеет разговаривать и сам по себе шума не создает, пока не дунет ветер, пока кто-нибудь не наступит на ветку, которая хрустнет под ногой и так далее. Вот он молчит. Это его в данной ситуации естественное состояние. Молчание же – это не совсем естественное состояние, поскольку молчание предполагает умение говорить, не шуметь, не звучать, а именно говорить. Ты можешь говорить, но ты молчишь. Почему ты молчишь? То есть твое молчание чем-то обусловлено, чем-то вызвано, и оно говорит о тебе иногда больше, чем твои слова. Многие замечали, что о человеке говорит не столько то, что он говорит, сколько то, о чем он молчит. Христос, Господь наш, воплощенная истина на земле живя, был немногословен. Известно и интересно то, что четвероевангелие, то есть собранные слова и речи, и события жизни Христовой, составляют небольшую тоненькую книжицу, тогда как при жизни Будды были составлены многие тома его учениками. То есть Христос не пришел, чтобы говорить, он пришел делать, он пришел распяться и воскреснуть. А слова лишь как-то помогают и просветляют эту главную тему его пришествия в мир. Вот и о человеке тоже очень важно говорить, и домогласнее всего прочего, говорить не только то, что мы высказываем, сколько то, о чем мы умалчиваем. Есть такое интересное произведение Клайва Льюиса «Письма Баламута», в котором в этом произведении описывается такое письменное сообщение, диалог между дьяволом и бесом мелким, который на земле живет, и дьявол из глубин преисподней дает ему указания, тот ему рапортирует о своей работе. И вот там есть такие слова, в частности, что дьявол ему командует этому мелкому бесу, что побольше шуми. Шум – наша задача, одна из наших задач. Мы еще мало наделали шума в мире. Нужно греметь, шуметь, наполнять мир звуками, потому что тишина – это страшное оружие. Тишина – это та среда, в которой слышен голос совести. Не сразу, конечно, пока улягутся эти шумы, остаточные от прожитого дня. Это та тишина, та среда, в которой можно расслышать голос Божий, голос совести и внятные призывы Божий к человеку. Поэтому тишина – это, в принципе, действительно страшное оружие, ночная тишина. И не зря ли поэтому жизнь больших городов начинается с закатом солнца? Они заливаются огнем искусственных солнц, неоном, электрическими лампочками, и начинается громыхание, это голдеж, толкотня в ступе бесконечное глупых людей, занятых своими страстями. Потому что ночь – это плодотворнейшее время. Это не только время зачатий, это время размышлений, время молитв, время переоценки прожитого дня и многих других вопросов. Итак, сегодня человек нуждается в тишине, в молчании. Они нужны нам как действительно среда, необходимая для здоровья. Туберкулезные люди, люди больные легкими, выезжают в сосновые леса, в санатории, в пансионаты, там надышаться здоровым воздухом. А человеку сегодняшнему нужно обмыть свою душу воздухом тишины. Суетные, глупые, такие суетливые мелкие европейцы не понимают, как это может, например, житель Катманду или Непала часами и даже почти днями сидеть на берегу реки или моря, закрыв глаза и о чем-то думать. То есть европейцы-то вовсе непонятно. Они по-глупому деятельны. Они мельтешат, бегают, даже выезжая на отдых, обвешиваются фотоаппаратами, суетятся до последнего смертного вздоха, как господина Сан-Франциско Бунина. Они что, снимают, чем-то интересуются, а по сути мелко плавают на поверхности своей глупой души. Человек, уже повторяю, нужно думать, нужно пропускать через сито своей совести впечатление прожитой жизни, делать выводы о том, что сделано, а что нет. Поражаться какими-то приходящими, неизвестно откуда, мыслями, которые приходят как раз к безмолвному человеку. И даст Бог это родить в человеке тишину, сердца и ума со временем, когда-то, которая называется исихия по-гречески, тишина, которой стремились безмолвники, которые не просто стремились молчать языком, но молчать умом. Ведь есть некоторые люди, молчащие языком, но внутри себя, например, осуждающие других, с кем-то спорящие. Это болтливые люди, просто замкнувшие устав. Итак, время не позволяет развить тему дальше, но я бы хотел, чтобы мы об этом подумали вместе с вами, дорогие братья и сестры, и возжелали, возжаждали, как грязный хочет помыться, а голодный хочет поесть, чтобы мы погруженные в неестественные звуки. Жители городов в основном страдают от этого, кстати. Ведь мы же не слышим шума листвы или шума прибоя. Да сегодня даже к смеху и стыду нашему есть даже кассеты, аудиокассеты, которые записаны, на них записаны, там, скажем, шум лиственного леса, или шум прибоя, шум ручья. То есть сегодня нужно на кассеты это записывать, потому что обезумевший человек, выродившийся, этого не слышит в повседневной жизни. Что мы слышим? Лязг тормозов, визг, шум троллейбусов, механические звуки, толкотню, трескотню, суету. И мы, по сути, погружены в среду, рождающую сумасшествие. Вот нам нужно убегать куда-то. Я сегодня хотел бы даже похвалить тех, кто на уикенд, на отпуск уезжает, скажем, на рыбалку или уходит в лес по грибы. Знают они это или не знают, но эти хобби, эти привязанности, они признаки душевного здоровья. Итак, дорогие христиане, мы не будем здоровыми людьми, не научимся думать и молиться, если не будем время от времени убегать, помолчать, убегать, подумать, убегать, побыть в тишине, от вечно мельтешащего и вечно болтающего и кричащего мира, безумно катящегося в пропасть, которая уже видна невооруженным глазом. Полюбите тишину, потому что одно из имен Христа это начальник тишины. Так о нем говорится в каноне к Божьей Матери. Ангела-хранителя, тишины вам, сердечной, дорогие телезрители. До скорой встречи.